Я никогда не пишу сценарий, я не думаю о чем я буду снимать видео, я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами, реальная Алания, жизнь в Турции, видео каждый день, приятного просмотра. Да, вот столько воды налило в бассейн за два дня ливней, ну ливней, как не скажешь, два дня ливней было, они были не целый день, сегодня тоже дождь был больше, наверное, в первой половине дня, немножко во вторую, а так, несколько часов уже дождя нет, тут небо светлое в горах, горы пока, наверное, алания пока страшно осмотреть. По градусам, как я и говорил, что будет холодать через пару дней, будет это завтра, сегодня еще тепло, я босиком шлепанца, хотя люди вокруг тепло одеты. Я думаю, 20 где-то сейчас, ой, какой-то красавчик, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Это холодно, да. Вот, фестиваль хамсы в Алании, день будет прохладный, но зато радует, что он будет без дождя, вроде как. Ну и в двух словах о новостях, торнадо был где-то, где-то ураганы были, пострадали многие провинции свалены, торнадо был, в частности, максимально близко к Алании, это Манавгат, все вы знаете Манавгат, и там реально жесть была. Деревья валились многовековые, ну, пострадавшие из машины, насчет людей пострадавших, я не знаю, что, что там по статистике, надеюсь, что все живы-здоровы, но вот, стихия натворила дел, здесь вы тоже видите с нашего, с нашего 800-летнего дерева, тоже веточки немножко попадали, надеюсь, все с ним нормально. Ну, и так, иду, вижу сейчас там где-то упавшие какие-то рекламные стенды, где-то еще что-то такое. Ну, в Алании, Алания самая защищенная, по сравнению даже с Анталией, в Анталии там была затоплена полгорода, кстати, Манавгат Махмутлар, вроде бы там подтопления были на улицах, там не справляется слив, либо там не хватает слива. В Алании, я думаю, по большей части все нормально, и насчет вот, наверное, почему все выбирают Аланию, потому что она максимально защищенная от всех стихий, максимально теплая, защищенная, она в коробочке, находятся горы вокруг, так, ветер что-то поднимается. Котик и дети есть, да. Голуби сегодня появились, вчера тут куча была еды, а голубей не было, сегодня еды нет, голубей полно, наоборот. Смотрите в сторону Алания, какие черные тучи, но они мимо проходят, они идут на Махмутлар, кстати. Справа их сдувают, а там слева вроде уже небо чисто, они такие темные. Вчера я показывал, кто не видел видео, посмотрите, показывал я вчера. Ну, в это же время мы были в центре, сейчас тоже идем туда, посмотрим, я надеюсь, по светлому еще приду туда, время уже почти. Ближе к полшестого, посмотрим, что там с волнами, посмотрим, что там в центре вообще происходит. Мужики все тепло одетые вокруг, с ума сойти. Один я тут, это не местный сразу видно, ну, в смысле местный, но не мерзнущий в 22 градуса, да, скажем так. Так, иду за завтраком, а тут кошечка есть, которая обожаю, мне цвет такой красивый, живет возле пирожков. Живешь в Ас-Донер, но что-то вот не там еду просишь, а здесь возле пекарня, где с мясом, в принципе, нервной нет, даже ничего. Ну, что-то сегодня мало. А, есть мои кошачки, кошачки мои есть. Ты же бушрать-то сумерки, не пойму, что так рано. Хотик, ты живешь на моей любимой амонции? Будешь кушать, да? Сейчас. Вода еще. Смотри, вот, никогда не видел еды такой сухой, да? Никогда не кушать. Попробуй. Давай, 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 надо одну раз кусить, тогда он поймется. Давай, давай, попробуй. Оно вкусное. Время без десяти шесть, уже почти темно, елки-палки. Поздно я пришел. Сегодня волны, вау, сегодня волны еще сильнее, чем вчера. Давайте, пока я туда дойду, оно уже темно будет. Давайте сейчас здесь выйду, посмотрели, чтобы масштаб безумчика, конечно, но вам видно будет волны. Если здесь такие, где их вообще не должно быть, то представьте, что сейчас там в районе Клеопатры. Блин, жаль, конечно, что не попал сегодня на Клеопатру, не поснимал вам волны, потому что... Это шторм реально, он даже больше, чем тот, который я вам показывал на днях. Потому что здесь сейчас такие волны, как тогда были на Клеопатре. То есть сейчас на Клеопатре, я вообще не знаю, пятиметровые, наверное, волны или... Бау, вообще жесть. Люди стоят, смотрят. Получается, это максимальный за вот эти три дня. Обалдеть просто. Офигеть. Ну, вам, конечно, не видно это все так, как мне. Там вот пляжи, где панорама, отели, все вот эти пляжи, вода доходит до зданий полностью. Я не могу туда идти, потому что там ноги будут в песке. Как заливают. Вообще. Я даже не представляю, что сейчас на пляже Клеопатры. Боже, а что сейчас на маяке будет? Я не знаю, как я к ней. Я вчера еле прошел к ней. Как я сейчас пройду, там так будет сейчас лить, вообще заливать полностью. Там пройти невозможно будет по той дорожке к маяку, наверное. Вода идет к нам, видите? Я только что думаю пройти туда. Представляете, что творится? Думал пройти туда. Вот сейчас реально смотрю, там как бы песочек спокойно все. Боже, тут как в Индийском океане. Думаю пройти туда. Вот, блин. Сейчас поменял. Сейчас бы пояс был весь в воде, если по туда. Капец просто. Я не ожидал такого. Обалдеть, какой они высоты, друзья. Вы не представляете. Вам не видно, конечно, того, как я вижу это все. Это просто капец. Это вот мне напоминает, что 19-й год. Но было еще сильнее в январе 19-го года, когда вот там по набережной я ходил, и там все обливалось водой даже по набережной. Не, ну здесь я никак не ожидал. Видите, оно спокойненько. Так я думаю, пройду туда, чтобы показать вам. Сейчас еще будет приход сюда. Вот смотрите, вот те вот большие волны, они сейчас придут сюда, я думаю. Это подальше, подальше идти, я сказал. Ой, вода грязнючая такая. Ужас. Здесь я отдельным видео сниму еще кусочек. Видите, тут они правильно делают эти насыпи, иначе просто могло бы кафешке смыть. Она меня знает определенно, да? Ты меня точно знаешь. Сейчас, 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 да. Кушать, да? Кушать после дождика, кушать нечего. Вау. Там мощнее волны были. А, ну да, здесь же мы приходим к бухточке, поэтому там, чем ближе к открытому морю, вон они там какие-то. Сейчас для тулики. Голодные. На черном, которые тут на дереве всегда сидим. Сегодня, ну да, ну что ночью будет холодать, поэтому сегодня менее комфортно, чем вчера, когда я гулял. Было как-то... Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, но потеплее. Сейчас не представляю, как сейчас там, точно там сейчас так заливает, наверное, по дороге на маяк. Ну, идем, все равно идем. Завтра, так я надеюсь, уже днем попаду сюда и посмотрим на фигурки. А может, мы это смотрим, скорее всего, уже завтра, возможно. Тут весь пляж полностью, вот под саму этот вода подходит. Сейчас, чтобы вы поняли, покажу. Вот она вода, прям возле стен уже. Пляжа нет, пляж смытый. Видите, полностью. Все, что на пляже было, оно все в море. Представляете, я, если честно, вот здесь вот таких волн, я, наверное, может быть, даже еще не видел. Такой силы волны, чтобы были здесь, где их вообще не должно быть. Я реально сейчас, сожалею, что не могу попасть быстро сейчас на пляж Клеопатра или в оба куда-нибудь. Ну, и темно уже будет все равно показать. Я вам не смогу, какой силы там будет шторм. Я просто не представляю. Сейчас через полчасика я, наверное, свитерочек буду одевать. Ветер еще возле моря-то. Видите, все, что было на пляже. Ой, как лежаки не унесло. Я не представляю. Смотрите, они лежаки не забрали. Лежаки всего на них стоят. То, что они вместе, это и спаслось. Если бы они были по одному, они все уже уплыли. Все, что было тут на пляже, оно все было вообще. Офигеть. Очень бедные ходят, голодные. Лужи прямо стоят, поле там все залито. Хвостик. Привет. Серьезно, меня знаешь, что надо. Ну, да. Сейчас. Кошмар, они просто как начали кричать. Сейчас солнце с их сторон. Четверка набежала. Как начали орать, они все голодные. После дождя еду, что посмывала. Стоит машина. Вполне возможно, что тоже елку привезли. Либо что-то. Елка, я думаю, здесь будет в этом году. Опять же. Уже должны ее скоро выставлять. Потому что, когда будет рождественский фестиваль, елка уже должна стоять здесь по-любому. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ешьте, ешьте. Насыпал всем ест. Чего ты бегаешь? Ешьте. Вот. Да, тут мешок 15-килограммовый, который вчера только пришел и за 4 дня можно раздать. Шел одноглазочкой. Нет. Пойдем, пойдем. Одноглазочка появилась. Боже, я видел, наверное, или в июне, или я даже не знаю, когда ее видел. Последний раз. Одноглазочка. Дед, дед, одноглазочка. Ты красава. Просто полоток, а? Молодец, появилась. Вот так вот я верю, что появится наша одноглазка на Арсихотл. Там когда-нибудь где-то, подожди. На, наглазочка, на. Где же ты была столько? Наглазка. Голодная. Все с ней нормально. Есть поваленные ветки, оторванные пальмочек. Где-то проходил. Сейчас ствол вообще стоит на нем. Ни одной ветви нет. Вот корабли как носит, смотрите. Мы за тобой скучали. Наглазь. Ветер, ветер сильный. Сейчас я иду на маяк, но я не представляю, как я там смогу дозволаться маячка с рыжей. Бедные, что они там делают. Сложная погода. Ну, что, завтра будет спокойный. Солнечный день, но немножко холодно уже. Ну, как холодно, для них это не холодно. Желкопальнички, кусок чего-то лежит откуда-то сдула. Не понять, что там. Ждем днем еще работу, сама с этим. Потому что никого не было. Хасан, Хасан, где живет? Нет, тоже ты на Клеопатре или нет. Или нет, похож, наверное, на тот, который в страх лапы приходит. Я тебе кошачьей еды могу дать попробовать. Не хочу кошачью еду. Иди еще, иди, там кафешки будут рабочие. Друзья, хочу показать вам, что творится здесь. Смотрите, какой ужас. Я такого давно не видел. А видел ли вообще вопрос? Смотрите, мусора сколько плавает. Надеюсь, вам видно. Капец просто. Вау, какой ужас. Реально ужас. Да смотрю, асфальт макрый. Думаю, наверное, оттуда. Ну, капец, смотрите, что происходит. Сейчас еще раз. Жесть. Другой, кто-то идет, идет и снизу так. Капец. Смотрите. Да, тут вода под этим. Так, видите масштаб? Какой силы было оно. Так, надеюсь, я пройду, оно меня не заляпает. Что-то так мясом пахнет, это мангрилля. Ой, но у вас праздник сегодня. Все равно хочешь кошачьей. Так, это же мамка у нас. Мамка, малыша, подметай. Это кто у нас? Видите, один. Один незнакомый. Вам тут классно. Правда, косточки вам, конечно, кидали. А ты хочешь еду, все равно кошачьи. Малыш, а ты где, малыш? Малышка, поедешь. А ты опоздала, видишь, они едят там без тебя. Вон, да, дом косточок. Меня уже встретил. Скажи всем приедом, уже два раза наука. Скажи кис-кис. Спасибо. Пойдем на лавочку. А держу, ляма. Чего? Там дальше брызгает. Здесь вот пока нет. Там дальше залито все. Вал, там справа гремит так. Показать бы вам там жизнь, что происходит. Сейчас, может, поднимусь. Нет, нет, вряд ли. Так, там семья идет. Но я слышу, как межать дети. И понимаю, что они там экстремально идут. Надеюсь, я не пожалею, что я сейчас... Не, я не буду вылазить. Я просто поднимусь чуть по ступенькам. Покажу вам. Тут вот это все заливаемо. То есть, меня сейчас можно накрыть головой, друзья. Это будет печально. Я думал, он сейчас на меня будет брызгать. Блин, капец, там силы какое-то все. Ё-моё. Блин. Фух, пронесло. Тут все заливаемо. С терминутами пройти. Ай, не рискуют. Смотрите. Хорошо, что сейчас не такой... Боже, это невозможно находиться. Такой ветер до такой степени ветрено. Малыши экстремаловались, папа. Сейчас колясочка еще маленькая там. Вау, мне страшно. Я только иду, смотрю на дуэ. Блин, сейчас... Катань. Такой шоколадный, что очень межно шоколадный. Это все заливалось. То есть, в любой момент, может, у меня тут накрыть конец. Как дела, пушки? Сейчас. Где-то нет, там просто невозможно на метро. Пушки. 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 Где-то. Какие нарабатывали корабли. У тебя рыбка эта с кормой, я думаю, да? Как маечка. Странно. Черное нету. Малой сам вышел. Плюси. Красавец. Эти... Кс-кс-кс. Да, сейчас кушает. Да, Мах, где твоя заманительница мамки? Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Где-то вопросик. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Будем надеяться, что погода не помешает проведению фестиваля хамсы понедельник-вторный. Ну, по крайней мере, готовятся. Возле водопада, напоминаю. Брежная порта, возле водопада. Будем есть хамсу завтра, я думаю. Хамси-хамса. Хвостики одинокие, тут бегают голодные. Привет, привет, привет. Да, да, да. Ой, ты красивая, да, ты меня знаешь. Голодные все, да? Все голодные сегодня полтора килограмма раздал. Последняя бутылка с полтора килограмма уже половина была. Да, голодные хвостики. Пусть и дождя. Друзья, помогайте животным. Видео у меня либо вышло, либо после этого выйдет. Я два дня там снимал котей. Ходил, раздал почти два с половиной килограмма с лестими, что возле дома. За день и большой путь прошел. Много котиков покормили, хотя я там, опять же, не всех даже снимал. Пусто, пусто, везде пусто. Единичные люди. Тут некомфортно, там ветер дует, я даже капюшон натягивал. Такая пробулочка для вас получилась. Опять прибавил себе, чтобы скучно не было монтировать. Все. Луна, полнолуние. Улица Барла, там такая Тоска, никого вообще, все закрыто. Здесь фонтанчик работает. Да, еще на асфальте. Пусть в основном все попрятались. Супер, хоть и много в этом парке, но даже не видно. Здесь у меня на лавочке один спит. Теплее, чем возле моря, конечно, там ветер дует. Прохладнее здесь. Здесь нормально сейчас. Здесь люди всегда, собственно, есть возле что-то на SkyFC, Starbucks и так далее. Ну, местные все. Туриста я вообще практически не видел, сколько гулял сегодня вечером. Только, может быть, живущий здесь пару человек русскоязычный. Иду еще в обменку работающую, сказать, показать. Курс доллара, евро, лера. Вчера буквально провалилась еще немножко. Мой ветер поднял. Здесь уже ветер тоже. Не холодно, но... Обменок практически нет работающих. Те, которые работают, там 27-50 долларов, 30-10 евро. Это курс пятницы. То есть он уже неактуален. Ну, не хотят они по новым курсам менять. Чувайки, кушку наши. Что-то ее не видно. Ну, какой-то котик. Тих, кто? Может, ты беременная? Что, иди сюда, кис-кис-кис-кис-кис-кис. Иди сюда, кис-кис-кис-кис-кис. Кушка где-то спряталась по-любому от ветра, потому что тут ветер встает между двух сторон, все равно ветер оттуда такой дул. я делал же это в этом чем давал где-то спряталась в теплом месте выйду на третью линию туда вверх сейчас захотелось вчера для нас фонтан здесь работа так по два по три человека магазине в акики даже это почти алтин елдис марка название магазина трикотажные свитера 500 брюки 700 до 1600 по-русски даже написано несмотря на такие цены принципе довольно неплохие саги папа я вспомнил сегодня у нас рынок который по воскресенье одежда в сторону чем дальше ухожу от моря тем теплее нет ветра реально жарко будет на рынок уже смысла нет этих уже никого нет конечно когда темнеет сделать нечего на смысл круженито же темно 8 дарю на керне отказался по пять лет купить пойду дворами мне тут нравится где-нибудь так зайти куда-нибудь чтобы заблудиться немножко хотя бы а потом выходить наугад сейчас направо свернуть знаю видно вам или нет небо красиво такая туча или облака вернее которая закрывает луной на луной чуть-чуть подсвечиваться его очертания это так прикольно выглядит и куда выше я вышел на батутный парк кто не знает батутный парк для местных где бесплатно можно детям прийти и час они будут прыгать тут много батута зиму они может не работать конечно это недалеко площади хаджи и ну кто по и кометам также до ходить можно с детишками бесплатно проводить время здесь классная такая дорожка которая вниз туда идет вдоль речечки небольшой да сейчас все сдуто здесь работа что друзья вот такая прогулочка она сегодня получилась нормально здесь не холодно сейчас а там вверх вот по этой речке которую вы не видите сейчас идти там денег воскресенье к сожалению эти ветра смотрите что делает куча раздавленных апельсинок блин а еще же даже не зима так люблю когда они до марта висят и радует глаз так не хочется чтоб они падали